Новая сливная станция на улице Парижской коммуны открыта. Ежедневно она может принять порядка 50 машин. Жидкие бытовые отходы здесь не просто сливают, но и перерабатывают. Сложен технологический процесс. Есть мицератор, который измельчает, когда бочка привозит. То есть, первоначально он измельчает все мелкие фракции, то есть, все бытовые отходы. Потом это попадает в песковый уловитель, где идет разбавление измельченных частиц. И потом все уходит в централизованную систему канализации, через отстойник. Там есть емкость отстойника, и потом это все попадает на КНС. И потом по наборным линиям дальше начнутся сооружения города Иваново. Теперь с учетом этой в Иванове две слюнных станции. Первая находится в центре города, в районе улицы Наумова. Но на эту привозить ЖБУ выгоднее, в три раза. Платы здесь составят менее 16 рублей за кубометр отходов. В планах мэри сделать несколько аналогичных станций в разных частях города, вблизи частного сектора. Но процесс проектирования затягивается. Существует много требований к тому участку, где они должны располагаться. Очень большое внимание уделяется сейчас экологии в целом. И, соответственно, нормы ужесточаются. Если раньше было все гораздо проще, и фактически машина приезжала и устанавливалась как на гидрант, то сейчас очень много требований закладательства поменялось. Поэтому приходится вот видеть, как мы на такой территории закрытой, имеющей охранную зону. Почему нельзя запустить сразу много проектирования от всех шести объектов? А на всех местах, все шести объектов, сейчас вопрос решается по земле. По земле? Да. Вот, например, по улице Уткино до сих пор земельный участок не согласован в городе. В настоящее время в мэрии нет полномочий привлекать к ответственности тех, кто сливает ЖБО, несанкционировано. Наказать могут только федеральные структуры. Но и жители, вызывая санизаторскую машину, вправе требовать договор на утилизацию отходов. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.